Правительство просит запастись едой. Договориться с Европой не удалось. Статья Нария. Новости за 14 декабря 2020 года. Иван Данилов. Переговоры по условиям выхода Великобритании из Евросоюза развиваются по ожидаемому и крайне болезненному для Бориса Джонсона сценарию. Дело идет к так называемому Brexit no deal. То есть катапультирование у Великобритании из Евросоюза без каких-либо четких договоренностей о том, как Лондон и Брюссель будут взаимодействовать дальше. Перспектива такого развития событий вызывает острые и неприятные эмоции среди британских обывателей, а также в бизнес-сообществе, которому предстоит испытать на себе все последствия разрыва экономических связей и вероятного наложения европейских тарифов, которые по сути будут являться ничем иным, как экономическими санкциями. Для понимания серьезности ситуации достаточно рассмотреть всего один элемент подготовки Великобритании к жизни после Brexit. Правительство ее величество направило торговым сетям рекомендацию создать запасы продовольствия для обеспечения потребностей населения в условиях затрудненного снабжения продуктами. Агентство Reuters со ссылкой на Sunday Times также сообщает, что министры потребовали от поставщиков лекарств, медицинских устройств и вакцин создать запасы на 6 недель в безопасных местах в Соединенном Королевстве. По данным того же источника, управлять операцией по спасению Великобритании от перебоев с едой и лекарствами будет лично Борис Джонсон. Если в этом вопросе он проявляет столько же изобретательности и смекалки, как и в процессе переговоров по Brexit, то жителям Великобритании можно только искренне посочувствовать. Впрочем, нельзя сказать, что правительство Бориса Джонсона не делает ничего для того, чтобы защитить британскую национальную гордость. Проблема в том, что меры, направленные на демонстрацию лондонской несгибаемости и решительности в борьбе за национальные интересы, находятся в диапазоне от неэффективных до откровенно комичных. Times сообщает, полиция Королевского военно-морского флота получит право арестовывать французских и других рыбаков из ЕС, которые незаконно заходят в воды Великобритании в случае выхода Великобритании из ЕС без дипломатической сделки. Правительство готовит закон, расширяющий полномочия военно-морской полиции, чтобы ее сотрудники могли подниматься на борт иностранных судов и арестовывать рыбаков на фоне опасений силовых столкновений в Ла-Манше. Королевский флот также готов развернуть четыре патрульных корабля, чтобы останавливать и даже конфисковывать рыболовецкие суда ЕС, если они незаконно заходят в Ла-Манш после выхода из ЕС без сделки. Нельзя не заметить, если ситуация дошла до того, что готовятся силовые операции по захвату европейских рыбаков и их судов, то это явный признак отношений по линии Лондон-Брюссель дошли до точки откровенной взаимной ненависти и отказа от соблюдения даже минимального уровня приличий во имя сохранения былой общей европейской солидарности. С учетом того, что сам Джонсон еще в сентябре обвинял Евросоюз в подготовке, вероятно, морской продовольственной блокады Великобритании и особенно Северной Ирландии, можно сделать вывод. Перед нами не сиюминутный эксцесс, а результат системной деградации отношений между Великобританией и ЕС. Обе стороны рассматривают оппонентов исключительно через призму нанесения максимального ущерба. Может показаться, что стороны конфликта ведут себя сравнительно нерационально. С точки зрения стратегических интересов Евросоюза создание себе еще одного врага – плохая идея. А уж с точки зрения интереса Великобритании превращение Евросоюза в вечный источник проблем и сложностей – идея еще хуже. Проблема в том, что на самом деле обе стороны ведут себя рационально, просто руководствуются специфической логикой. Евросоюзу во избежание угрозы повторения Брекзита в исполнении Италии, Финляндии или Польши с Венгрией нужно нанести Великобритании максимально возможный ущерб. Каждый сюжет о перебоях с продовольствием Великобритании, если смотреть на него с точки зрения фанатиков европейской интеграции – это агитационный материал, направленный на создание у жителей Евросоюза простого и понятного рефлекса. Если проголосуете за выход из ЕС, вам нечего будет есть, денег не будет и аспирина в аптеках тоже. Если же смотреть на ситуацию глазами Бориса Джунсона, то все еще проще. Предложения по регулированию выхода Великобритании из Евросоюза, которые бы позволили сохранить какое-то более-менее адекватное экономическое сотрудничество и взаимный доступ на европейские и британские рынки, содержат требования того, чтобы Великобритания фактически соблюдала все установки Брюсселя в плане экономического стимулирования, то есть его отсутствие технических регламентов и элементов регулирования внутреннего рынка труда, во избежание превращения Великобритании в источник более дешевой продукции, которая будет конкурировать с товарами ЕС. При этом, как справедливо отмечает сам Джонсон, и это редчайший случай, когда британский премьер не врет, что удивительно само по себе. В Великобритании предлагается заранее согласиться не только с действующими, но и с будущими правилами Евросоюза, причем не имея никакой возможности найти правила влиять. Лондону предлагается статус бесправной колонии Брюсселя, просто в наказание за Брэкзит, который очень обидел европейских чиновников. Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в Sky News, «Я думаю, что ЕС обеспокоен тем, что на самом деле Британия может преуспеть, когда мы выйдем из ЕС, и тревожится о конкурентных преимуществах, даже при применении нормальных глобальных правил. В этом заявлении есть рациональное зерно. И ЕС, и Великобритания оперируют в международной торговле правилами ВТО, которые в теории должны стать нормой их взаимодействия в плане доступа на рынки друг друга в случае отсутствия сделки по Брэкзиту. Но британцы опасаются, что Евросоюз сразу ведет против Великобритании заградительные тарифы, направленные на то, чтобы задушить британские компании и лишить страну инвестиций, а также фактически закрыть доступ на европейский рынок». Guardian приводит пример последствий такого подхода. Nissan входит в число многих производителей, заявляющих, что у них нет планов бы на случай отделения Великобритании от единого рынка ЕС. Автомобильная промышленность ожидает роста цен для потребителей после введения 10% тарифов. В более долгосрочной перспективе отсутствие связи с производителями, базирующимися в ЕС, ограничат инвестиции в Великобританию, особенно в новые отрасли, такие как выпуск электромобилей. Аналогичные проблемы возникнут и в других отраслях. Прекрасно отдавая себе отчет в эффективности такой тактики, европейские чиновники и политики давят на лондонских оппонентов. Как подчеркивает правительственный источник Daily Mail, описывая позицию Ангелы Меркель, она была полна решимости заставить Британию ползти по битому стеклу, а не идти на компромисс. У действий Евросоюза, конечно, будут определенные негативные последствия с точки зрения отношения рядовых британцев к политике Брюсселя, но все-таки нельзя не отдавать должное тем, кто разработал тактику принуждения лондонских небожителей и любителей независимости к ползанию по битому стеклу. Во-первых, более тотального унижения наследников Британской империи представить себе просто невозможно, а во-вторых, это наглядная демонстрация того, что хозяева более крупного рынка сбыта, такого как ЕС, всегда будут ломать через колено тех, кто контролирует более мелкие рынки сбыта, такого как Великобритания. В этом смысле России есть чему поучиться в плане выстраивания правильной конфигурации отношений с некоторыми нашими многовекторными соседями, у некоторых из которых все еще свежие иллюзии об их возможностях диктовать России условия интеграции, а также энергетического и политического сотрудничества. Иван Данилов. Правительство просит запастись едой. Договориться с Европой не удалось.